А вот у нас в наступающем году появятся умные транспортные развязки. Их оборудит автоматическая система распыления жидких противогололёдных реагентов. Ну а как она будет работать, выяснил Илья Давыдов. День жестянщика. Этот праздник не имеет чёткой даты в календаре и всегда застаёт водителей врасплох. Наиболее опасны кольцевые развязки с подъёмами и спусками. Если коммунальщики не успевают заблаговременно их обработать, они первыми превращаются в каток. Впрочем, магистрали умнеют год от года. Вот так. Каждый день езжу по этой дороге и даже не догадывался о том, что она буквально нашпигована вот такими датчиками. Они не только меряют температуру на поверхности, но и в глубине асфальта. А ещё легко отличают ледяную корку от снежной каши. Датчики на улице, электронные мозги в тепле. В этом контейнере автоматическая метеостанция. При ухудшении погоды она, не дожидаясь машин с реагентами, сама вступает в борьбу с альтом. Внезапный залп. Водители в шоке. Спрятанные за отбойниками форсунки бьют сразу на три полосы. Невольно попавших под обстрел можно утешить. От традиционной поливалки они получают гораздо большую дозу химии. Дорожная автоматика стреляет хоть и метко, но редко. Количество реагента, которое использует эта система, несоизмеримо меньше по сравнению с использованием стандартной техники. Поэтому в результате дорожные службы получают не дополнительные раздержки, а наоборот экономию и оптимальное расходование бюджетных средств. Пока дорога проявляет интеллект лишь местами. Вдоль всех магистралей форсунки не поставишь. Да и в сильные морозы противогололёдные пушки молчат. Чтобы реагент оставался жидким при минус 20, его концентрация должна быть максимальна. А это дорого обойдётся природе, автомобилистам и коммунальщикам. У них своя тактика борьбы со льдом. Жидкий реагент применяется до 10-12 градусов. Так как после 12, значит, жидкий, она теряет эффективность, значит, и она быстро выметривается с проезжей части. Поэтому тут включается уже твёрдый реагент, комбинированно с жидкими, значит, вперёд двигается жидкий реагент, а за ними твёрдый. В кабине этой поливалки тоже полно автоматики. Она хоть и контролирует дозу реагентов, однако на узких улицах машины и пешеходы неизбежно попадают под солёную картечь. Часть химии оседает на газонах. Несмотря на это, без дорожной техники, увы, пока не обойтись. Тем временем в Европе уже появляется тёплый асфальт. Нагревать его планируют энергией, добытой из недр земли. Но эта технология 21 века для наших дорожников пока из области фантастики. Ведь в России ещё не научились класть асфальт так, чтобы весной не перекладывать его снова.